Привет, ребята! Сегодня у нас новая тема. Вы на канале 30+. Я Алена. Я практикую натуропатию и все, что связано с профилактикой апатии. Шучу, я клинический психолог, но, правда, я занимаюсь нутрициологией. Сегодня говорим про материализацию мыслей и самосбывающееся пророчество. Эта тема очень емкая, очень важная, мощная. Я дам вам кусочки ее. Почему? Потому что очень много на нее нужно вкладывать, но поговорим с вами действительно об этом. Материализация мыслей, существует ли она, как на это все влиять, нужно ли, не нужно ли, важно ли, не важно. В общем, вот эта вся история, она сейчас будет четко вам дана. Напоминаю, очень-очень у многих есть вот эти самосбывающиеся пророчества, и они есть. Очень многие говорят о том, что они чем-то болеют, недовольны, у них воспаление, у них нет восстановления, у них есть стресс, у них нет одного, другого, пятого, десятого. И когда человек истинно говорит и произносит это слово, Господь, Вселенная, не знаю, называйте как хотите, это все слышит. И чем больше мы говорим, например, вокруг себя вообще, не обманывая, просто вкладываем себе в уши о том, что я успешный, я хорошо зарабатываю, у меня большая клиентура, я работаю там по всему миру, у меня два продающих курса, и я занимаюсь спортом до 80 лет, соответственно, подсознание это слышит и начинает материализовывать эти мысли. Типа, аля, ты что, сегодня не ходил, что ли, пешком? А ну-ка, давай вставай. Что там говоришь, давление? Ну, иди, иди, давление свое проверь, пешком дойди. И вот таким образом мы даем себе позитивные команды. И даже некоторым не нужна уже ашваганда, им срабатывают вот эти команды. Материализация мыслей, она реально работает, но у многих есть такая история, как, ну вот помнишь, я же тебе говорил, я же тебе говорила, что вот это произойдет, или вот это сбудется. Или вот это ты не получишь, и вот это у тебя не получится. В общем, здесь мы говорим про самые-самые такие базовые раскладочки. Что я хочу передать и что я хочу сказать, что мысли реально материальны. И если вы себя представляете каким-то миллионером, но пока вы им не являетесь, если вы делаете что-то в этом направлении, и вы понимаете, что вы четко-четко-четко отдаетесь тому, что называется внутренние и внешние потребности, и реализуете себя, то так же это будет вам отдано. Напоминаю, материализация мыслей и пророчества сбываются так же. Например, у меня была девушка, которая не могла вообще ни сбросить вес, у нее менопауза, климакс, и она слушала миллион психологов, нутрициологов. В итоге, когда она себе внушила то, что у нее идут месячные, у нее все хорошо, она перестала запрещать ей какую-то еду, перестала верить во все эти сказки а-ля выпилка энзим полетел. То есть она себе вложила о том, что я могу это иметь. Это как само собой разумеющееся. Я могу иметь здоровую менструацию, я могу иметь здоровые отношения, я могу иметь регулярный секс. Она вообще была одна, и после этого у нее появился партнер. То есть наши мысли материальные. У меня есть партнер, мой мужчина там хорошо зарабатывает, у меня и у него разные бизнесы, мы пересекаемся. То есть вы себе какие-то сказки внушаете, но они должны временно быть в вашей голове, а не когда, например, сегодня я верю в иллюзию, в иллюзию. А потом я вышла, и бог мне послал этого мужчину, а я такая, ой, блин, ну, блин, тут прыщ вылез, тут, блин, я сегодня... Полегче, детка, полегче, давай завтра. Вот так не работает, к сожалению, потому что вселенная дает по нашим запросам. Боженька, дай мне здоровье. Пойду-ка я сегодня куда-то, не пойми куда. В общем, вот эта история, она вообще ни разу не про хорошее физическое состояние. Поэтому пророчество, это про что? Это про то, что вы себе в голову вкладываете и забиваете туда колом. И я всегда рекомендую, забивайте колом в себя то, что вам действительно даст энергию, даст восстановление и даст ситуацию. Relax, take easy, easy peasy, как я говорю. Это очень важно. Если вы верите, что вот этим людям даны деньги, а вам нет, так и будет. Если вы верите, что вы можете... Я долларовый миллионер, я Алена долларовый миллионер. И вот это в вашей голове, в вашей голове. Я здоровый человек, я занимаюсь спортом. Блин, почему мне этот спорт? Я просто раньше любила спорт. Ребят, просто сейчас из-за консультаций времени не так много. Но и при спорте очень много, как я говорю, надо много транспорта. Нужно много электролитов. Так, что это я вам сказала? Про мысли. Если вы чувствуете, что мысли не ваши, сделайте уши рома ваши, как я говорю. Отсеките кукоперхот и лягте спать на бочок. Вот вам и сказочка на ночь. В общем, ребят, что мы себе вкладываем, то в нас и течет. Вкладываем себя каку, чувствуем каку, не верим, не верим. Я, например, не хочу стать программистом. Есть люди, которые поверили, и у них вообще ни способности, ни талантов, но они становятся ими. Поэтому работайте, ребят, работайте. Люблю вас. Пока. Подписывайтесь на мой канал. Пишите. И напишите, пожалуйста, ребят, у кого-то были пророчества какие-то, которые сбывались или не сбывались. Что происходило? Как вы решали свою жизнь? Что там происходило? Что там происходило? Сейчас приду и решу.